Франция решает, как принимать у себя мигрантов. Население в большинстве своем высказывается против, но власти активно предлагают новые варианты размещения помощи. За последнее время в стране накопилось столько вопросов, что сегодня на них отвечал президент Франсуа Улан. С подробностями наш СОПКОР в Париже Елена Минкевич. Эта пресс-конференция для Франсуа Уланда уже шестая за его президентский срок. Главная тема сегодняшнего дня это трудовой кодекс, налоги, терроризм и мигранты. Последний вопрос волнует французов ничуть не меньше мер жесткой экономии. Впрочем, это и понятно. Социальная система страны уже давно не выдерживает потока мигрантов. И здесь позиция Франции достаточно четкая. Страна готова принимать людей, бегущих от войны, то есть имеющих полное право на получение официального статуса беженцев, но не готова принимать здесь тех, кому по тем или иным причинам просто не нравится жить у себя на родине. Право на убежище это фундаментальное право и оно записано в преамбуле нашей Конституции. Поэтому перед лицом этой драмы я вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель предложил механизм постоянного и обязательного приема беженцев, чтобы разделить ответственность между странами Евросоюза. Самое главное здесь в том, что это обязательно. Франция готова нести свою часть ответственности. Европейская комиссия предлагает распределить в ближайшие два года 120 тысяч беженцев. Для Франции это 24 тысячи человек. Мы это сделаем, потому что это принцип, на котором мы сами настаиваем. Французское правительство последнее время призывает население принимать беженцев у себя дома. И сегодня на этот же вопрос пришлось ответить на пресс-конференции президенту страны Франсуа Оланду. И он сказал, что у себя дома принять он никого не готов, сославшись на отсутствие свободной жилплощади. С завершением пресс-конференции тема мигрантского кризиса во Франции вовсе не стихнет. На этой неделе Министерство внутренних дел намерено провести консультации с руководителями регионов по вопросу приема в стране беженцев. Вариантов, как принимать людей во Франции, не так уж и много. Либо изыскивать пустующее жилье, у которого, тем не менее, есть хозяева, и заселять мигрантов туда, либо отдавать под эти цели строящееся социальное жилье. Лагерей мигрантов, которые строят в Кале, на всех все равно не хватит. Ну, а уже в середине сентября Франция совместно с Германией и Великобританией намерены представить глобальный план по борьбе с мигрантским кризисом в Европе. Елена Минкевич, Николя Фильоль, 24КЗ, Франция, Париж.